Всем привет, это Атом Дуба, канал о физике. Меня зовут Саркиз и сегодня я хотел поговорить об обычном электрическом чайнике как примере простого очень прибора, позволяющего увидеть красивые физические эффекты и непростые инженерные решения. Казалось бы, чего проще? Обычный электрочайник. Задача просто погреть воду и выключить нагрев в тот момент, когда вода закипит. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях. Для того, чтобы разобраться в устройстве электрочайника, я стащил с работы вот такой вот экземпляр. Моя совесть чиста, потому что он уже протекал, был сломанный, и я его с чистой совестью разобрал. Под днищем здесь мы можем увидеть нагреватель. Он в виде подковы такой. Вот здесь к нему подходят два провода, а сам он вот так вот идет диском. Он жестко закреплен с нижней частью чайника, с днищем металлическим, так что у них хороший тепловой контакт, он хорошо передает тепло туда. А сам он из себя, этот нагреватель, представляет просто провод в оболочке. Провод, через который пропускается довольно большой электрический ток. Этот провод обладает сопротивлением и, соответственно, греется. Хороший тепловой контакт позволяет передавать тепло туда, куда надо, к днищу. А вот эта вот оболочка, кроме теплового контакта, еще и обеспечивает защиту от воздуха, то есть чтобы провод не окислился и не испортился. Кстати, электрочайник это очень энергоэффективный прибор. По сравнению с какой-нибудь газовой плитой или там с электрической плитой, здесь почти все тепло уходит на нагрев воды. В сравнении с плитой, где куча тепла уходит на нагрев окружения. Но самое интересное, это то, как чайник понимает, что пора выключать нагрев. Неискушенный человек может подумать, что достаточно просто поставить датчик температуры и в тот момент, когда температура достигнет сотни градусов, просто выключить нагрев. Но если бы инженеры сделали так, то люди очень сильно матюгались бы на такое решение. Почему? Потому что температура кипения воды равна сотне градусов только в нормальных условиях, например, при нормальном атмосферном давлении. Если бы такой чайник вы отвезли в горы, то он ждал бы 100 градусов, сама бы вода закипела при 70, начала бы испаряться, вся бы испарилась, и только потом он нагрелся бы чайник до сотни градусов, только тогда бы чайник выключился. Вот. Это могло привести к пожарам, например. Поэтому такое инженерное решение не годится. Да, еще к тому же может, например, соленость воды влиять на температуру кипения, правда уже в обратную сторону. Вот. Если представить себе очень соленую воду внутри чайника, то вот такой вот чайник сотни градусов в качестве предела, он не доведет воду до кипения. Он нагреет до 100 градусов, но вода не закипит. В современных чайниках эта проблема решена тем, что чувствительный к температуре элемент располагают не в воде. В большинстве чайников он располагается в ручке, вот здесь вот внутри. В данном конкретном экземпляре вот он. Он как бы интегрирован, собран в единое устройство с кнопочкой, которая включает чайник. Вот она включает чайник. Если сделать так, то он выключится. Вот так включится, вот так выключится. А сам чувствительный элемент, вот он. Это просто металлический диск. Вот он, круглый в данном случае. И называется он биметаллическая пластинка. Смысл в том, что поначалу этот датчик не будет особо греться. Он достаточно хорошо теплоизолирован от воды, и его интенсивный нагрев пойдет только в тот момент, когда из чайника начнет активно выделяться пар, расширяющийся, занимающий все больше пространства, и попадающий вот в эту часть чайника через маленькую дырочку. В данном случае она вот здесь вот маленькая дырка под крышкой. А именно активное образование пара и свойственно процессу кипения. А сама биметаллическая пластинка является очень красивым инженерным решением. Биметаллическая она называется, потому что она состоит из двух слоев. Два металла, которые обладают разным коэффициентом теплового расширения. Коэффициент теплового расширения это такая характеристика материала. У любого материала есть эта характеристика. Любой материал, если вы будете его греть, будет немножечко расширяться. Глазом вы можете это не видеть, но поверьте, это так. Этот эффект приходится очень часто использовать при расчете разных инженерных объектов, например, мостов. Чаще всего этот эффект паразитный. Ну вот скажем, если вы конструируете мост длиной километр и сделали его одним единым куском, таким длинным куском металла, например, то при перепадах температуры этот кусок может поменять свой размер на десятки сантиметров запросто. И это приведет к тому, что ваш мост скорее всего сломается. Поэтому мосты чаще всего строятся секциями. Вот такой вот пример того, как учитывать коэффициент теплового расширения. В данном же случае нижний слой, он как бы сильнее расширяется, чем верхний. Это сделано специально. Если бы они не были сцеплены, то это не приводило бы ни к чему интересному. Но они жестко сцеплены, и это приводит к тому, что пластинка изгибается при увеличении температуры. Все, что вам осталось сделать, это просто расположить вот здесь вот под этой пластинкой кнопочку, которая и выключает чайник. Давайте посмотрим, как это устроено, как это работает. Вот у нас датчик. Сейчас я как бы включу чайник. Вот так вот. Тык. Я его включил. Теперь имитируем его нагрев. Оп. Зажигалочка. Оп, пожалуйста, щелкнуло. Эта биметаллическая пластина нажала на кнопку. Кстати, можем ее извлечь и попробовать посмотреть, как она ведет себя отдельно. Ну вот, я сейчас закрепил эту пластину в горизонтальном положении и буду ее греть. Вы смотрите внимательно, потому что эффект довольно слабый. Оп. И пластиночка немножечко прогнулась. После того, как нагрев убираем, она потихонечку остывает и возвращается в горизонтальное положение. Справедливости ради, во многих чайниках биметаллическая пластина имеет другую форму. В более современных электрочайниках, которые появились в последние годы, с цифровым контролем температуры, на которых можно поставить там 70 градусов, 60 градусов, 50 градусов, держать температуру какую-то, устройство вот этого термостата, элемента, который фиксирует температуру, немножечко другое. Там стоит действительно датчик температуры и микроконтроллер, который считывает его показания. Правда, эти электрочайники не такие тупые, как я описывал ранее. Они не просто выключают чайник при достижении 100 градусов. Они действуют немного хитрее. Они смотрят на изменение температуры. То есть микроконтроллер, он сохраняет как бы предыдущие значения температуры и смотрит, насколько быстро они меняются. И останавливает он работу чайника только, когда температура стабилизируется. Это тоже одно из свойств кипения. Вы греете воду, как в тот момент, когда она начинает кипеть, все подводимое тепло уходит не на нагрев дальнейшей воды, а на образование пара. Поэтому, как только температура стабилизируется, можете смело выключать чайник. Этим процессом управляет микроконтроллер. У меня, кстати, дома как раз такой чайник стоит. Я его тоже вскрыл. Действительно, там кроме электроники и релюх ничего нету, никаких биметаллических пластин. Ну, вот такой вот чайник. Внутри здесь спрятан термометр, прямо в воде. Нажимаешь, он начинает греть. Типа до 100 градусов. Дурит народ. Вообще-то в Москве температура кипения от 98,5 градусов до 101, в зависимости от атмосферного давления. Но он всегда пишет, что он типа нагрел до 100 градусов, чтобы никто не волновался. Очень классный чайник. Можно наблюдать, как в режиме реального времени меняется температура. Мне это очень нравится. Но по мере приближения к целевой температуре видно, что он немного мухлюет. Показывает цифры, которые хотел бы видеть среди статистических покупателей, наверное. Вода закипела при температуре 93,95 градусов по Цельсию, что невозможно тут в окрестностях Москвы. На самом деле, пока там на дисплее идут циферки, наверняка на датчике уже устаканилась температура. И он просто ждет, чтобы проверить, что температура перестала меняться. И такой резко выключился, когда 100 градусов. Да, смотрите, вот как только 100, я выключился. Ну, внутри тут ничего сложного. Здесь на основной плате мозги его и пищалка-динамик. Ниже тут релюха, который включает-выключает ток. Ну, и там прочая мишура. Ну, вот такое вот сегодня небольшое познавательное видео. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.